В этих ярких и стильных женщинах и мужчинах, смело шагающих по подиуму, сразу и не разглядишь серьезных юристов, учителей и врачей. Модели выдержали серьезный конкурс, как в престижный вуз. Пять человек на место. Главный критерий – возраст 50+. Это мероприятие, которое мы проводим только раз в году. Оно проходит в формате фэшн-показа, чтобы показать, что люди зрелого возраста, они уже не такие, какими мы представляли их раньше. А показать, что их портрет изменился. Показать их настоящими веселыми, задорными. Марина и Виктор Вяхеревы на подиум зрелой красоты вышли вдвоем. Они женаты почти 40 лет. Познакомились с студентами на картошке. Мне хотелось участвовать с мужем, потому что я понимаю, что это все равно какое-то приключение. Это повод лишнее время побыть вместе, поскольку он все время занят, а тут ему приходится больше высвобождать время несвободного. И вот так вот получилось. Мы любим такие штучки. В июне, в августе мы участвовали в пижамном забеге на берегу Финского залива, в Сестрорецке. Это тоже адреналин, это драйв, это здорово. Пенсионерами они считают себя только по документам. Это вызов скорее устоявшимся стереотипам. Не возрасту. Возраст – это понятие хронологическое. Это так же нормально в 50, как в любом другом возрасте, на мой взгляд. Вот и Лариса Сакова совсем не ощущает себя на 63. В прошлом году она следила за дефиле из зрительского кресла. Тогда и решила непременно подняться на подиум. Первая работа у меня была связана с военной промышленностью, военная приемка. А потом, после 90-х, поворот на 180 градусов, и теперь я искусствовед. Я закончила Академию художества. Для нее, как и для других участников, это возможность поддержать форму, эмоциональную и физическую. Анатолий Башкиров как в молодости, так и сейчас выделяется в толпе. Рост 190 сантиметров, хорошая спортивная подготовка и отменное здоровье. 30 лет назад ему предлагали попробовать себя в ленинградском доме моделей. Тогда отказался, а в 53 решил рискнуть. Одно из преимуществ зрелого возраста – ты понимаешь, что если ты что-то захотел, ну, конечно, это не во вред окружающим, не надо откладывать это, но потом. Потому что ты понимаешь, что время спрессовывается, просто вот уже понимаешь, что время щелкает быстрее. Дефиле зрелой красоты – серьезная работа. Десятки тренировок, примерок и, конечно, профессиональный грим. Готовы к изменениям, готовы к новому, себя воспринимать ярче, потому что мы делаем все-таки намного ярче, учитывая, что будут софиты. Самое главное, что женщины живут. Не закрылись, а наоборот, готовы к новому, к открытиям, так что это здорово. Итог – полное перевоплощение. Макияж – это вообще, я не знаю, это просто обалденно. То есть я такая яркая личность, в которой я от себя даже не ожидала, что я могу так видеть. Я скинула буквально лететь. Это не попытка остановить мгновение или наверстать то, что было упущено в молодости. Скорее, очередное доказательство того, что жизнь может круто измениться, даже если себе уже 50 с плюсом. Анастасия Глебова, Владимир Удачин, Андрей Бесфамильный, Иван Посидко, Владимир Андреянов. Программа «Вместе» Санкт-Петербург.